Жировая, вкусная икра, есть китовая, есть горбушевая. То есть несколько видов икры, она отличается визуально даже. Вот смотрите, есть жирная, не листовочка, она покрупнее идет. Такая прям ягодка. Дорогое удовольствие к новогоднему столу еще больше растет в цене. Как рассказывают на центральном рынке Благовещенска, если весной килограмм красной икры стоил 2800-3000 рублей, то теперь не меньше 3500. Продавцы признаются, в такой ситуации приходится даже скидывать цену до 3200 рублей. Надбавка при этом минимальная. В промысловых регионах рыбные деликатесы оказываются еще дороже. На Сахалине немного дороже. Даже сейчас мои покупатели находятся на Сахалине в командировке, скидывают мне пролист лист. То есть если у нас икру можно купить 3200, 3300, 3500, там уже по ценнику 3800-4000. А вот кита, ну вся рыба, она рублей на 300 за килограмм уже сейчас дороже, чем у нас. С резким повышением цены покупателей заметно поубавилось. Торговцы надеются, к концу декабря люди все-таки пойдут за традиционным новогодним лакомством. По их наблюдениям, покупатели сначала пугались резкого подорожания и винили во всем продавцов. Теперь привыкли. Поставщики нам подняли цены. Ссылаются на то, что икры нет, икру вывезли. Вывезла Москва, как говорят, Китай. Но это только по слухам. А я думаю, что это сговор поставщиков наших. Но покупают уже меньше. Намного меньше. Если покупали кто-то килограмм, то полкилограмма. Кто-то полкилограмма – 250 грамм. Красная рыба тоже подорожала. За килограмм соленой киты просят в среднем 400-500 рублей. За нерку – 750, килограмм форели и семки продают за 1100 рублей. Впервые за 20 лет на прилавках появилась иваси. Рыба и красный икра идут в Преамурье с Камчатки, Сахалина, Приморья и Хабаровского края. Осенний сезон стал неудачным. Рыбу выловили в гораздо меньших объемах. Ну, не нужно так нагнетать панику, что все сразу раз и бросились покупать. Да, случилась такая ситуация по Сахалинской красной инкре, по Хабаровскому краю, поскольку там, знаете, чисто теплое течение и мало пришло на нерест рыбы красной. И вылов меньше был в этом. Но зато, будем так говорить, больше вылов состоялся в Камчатском крае. Как отмечают в Амурском минсельхозе, диктуют цену поставщики. Повлиять на этот процесс областные власти не могут. Поэтому людям придется самим выбирать, стоит ли покупать деликатес. Мы решили узнать, собираются ли амурчане порадовать себя красной икрой в новогодние праздники. Вы икру покупаете красную на Новый год? Нет, слишком богатая. Ну, по сравнению с западными странами еще и дешево. Покупаем. Икру я с детства ел, так же, как и красную рыбу, поэтому я к ней нормально отношусь. На Новый год я еще никогда не покупал. А почему? Дорогие почему? Очень дорогие. Это любимое, наилюбимейшее блюдо и у моих внуков, у детей, и у меня. На какие финансовые сбережения мы можем ее поставить? Планирую, побаловать себя надо. Ожидается, что к Новому году красная икра станет еще дороже. Федеральные СМИ сообщают, в некоторых регионах поставщики завысили цену до 6 тысяч за килограмм. Амурские продавцы неохотно, но признают, стоимость икры может подняться до 4 тысяч рублей. Кстати, покупать деликатес на новогодний стол можно уже сейчас. Его можно заморозить и достать накануне праздника. Качество икры при этом не ухудшится. Марьяна Геворкян, Иван Сюмак, Владимир Петренко, Амурское областное телевидение.